Всем привет! Сегодня снова будет небольшое видео о покупках. Я вам покажу то, что я успела купить за это время и также покажу вторую посылку, которая наконец-то ко мне пришла с сайта Filunik. Не пришла еще ко мне третья посылка с кистями от Real Techniques, поэтому обзор на эти кисти немного отодвигается, но надеюсь, что она скоро придет и в скором времени я его все-таки сделаю. Итак, начну я пока с покупок, которые я успела сделать, а потом в конце покажу вам посылку. Итак, самое первое это вот такой вот гель для умывания от фирмы Uriage. Это аптечная косметика серия Isiak называется. Гель умывания для проблемной комбинированной и жирной кожи. Вот так вот он выглядит. Здесь 150 мл. Стоит он в районе 700 рублей, если я не ошибаюсь. Достаточно приличная цена, но гель того стоит, так как это, во-первых, аптечная косметика, то есть он гипоаллергенный, некомедогенный, без мыла и без парабенов, что очень удобно. Это очищающий гель для смежной жирной кожи, как здесь написано, очищает, оздоравливает, восстанавливает баланс кожи. Во-первых, он действительно очень мягко очищает кожу, и его очень главный большой плюс, что он ее не пересушивает. У меня закончился недавно также аптечный гель от Vichy Normoderm серия. Он отличался тем, что он высушивал кожу все-таки. Этот гель он очень хорошо очищает, смывает также и косметику, но абсолютно не пересушивает. Мне его назначил мой дерматолог, также назначил некий уход, так как я сейчас лечу свою кожу, но пока я делать на эту тему видео не буду отдельно. Если мне все это поможет действительно, то я обязательно сделаю отдельное видео, как избавиться от проблем с кожей лица, и тогда уже расскажу вам обо всем. Но так как вот это вот средство является таким не особо лечащим, а больше не лекарством, а таким дополнением, соответственно, его можно показать. Его можно использовать девушкам просто с проблемной кожей и жирной. И она... Этот гель, точнее, регулирует жирность. Во-первых, кстати, у него такая вот очень удобная помпа. Он очень вкусно пахнет. Ой, пузырики. Так, вот такая вот у него консистенция, такого обычного прозрачного геля. У него очень приятный запах, мне он очень понравился. И очень нравится, что не пересушивает, смывает косметику, здорово очищает. И, в общем, да, я рекомендую, советую. Кстати, Урьяш это у нас французская фирма серии именно Исиак. Есть у них еще другие серии. Вот такой вот гельчик. Следующее, что я приобрела, это уже из украшений, из бижутерии. Это вот такой вот потрясающий, на мой взгляд, коралловое ожерелье. Я очень давно хотела именно коралловое ожерелье. Вот так вот оно выглядит. Вот с таким вот замочком. Очень мне нравится. Я давно-давно-давно хотела именно кораллового, такого яркого, неонового цвета на лето себе ожерелье. Кстати, очень подойдет под мой лак от Rimmel в оттенке 415 In Style Coral. Именно такой коралловый оттенок лака, коралловое ожерелье. И также у меня есть похожая помада, которая мне очень нравится, от Seventeen в оттенке 399. Сейчас я вам покажу, как она выглядит. Вот таким образом она выглядит. В общем, вместе они очень здорово сочетаются. И также еще бы такие серьги и браслетик было бы, конечно, вообще потрясающе. Ну и так, в общем-то, тоже мне очень нравится. И дальше, наконец-то, перейдем в посылки. Я заказала две потрясающие, замечательные вещи. Тоже одна из них это легенда YouTube. Это вот такая вот расческа, оригинальная от Tangle Teaser. Значит, собственно, расскажу вам о концепции данной расчески. В такой вот коробочке она приходит. Эта расческа сделана в Великобритании, Madden Great Britain. Вот этим вот с потрясающим стилистом. Он ее, в общем-то, разработал и изобрел. Для чего нужна эта расческа? Она нужна, она такая, значит, пластмассовая. Сейчас я вам ее достану и буду рассказывать. Значит, расческа нужна для того, чтобы непосредственно справляться с вьющимися волосами и тонкими волосами прямыми, чтобы их распутывать. Значит, сама форма у нее вот такая. Вот я заказала в розовом цвете. Это оригинальный вариант. Есть еще походный вариант с крышечкой, которая закрывается здесь. Есть еще какие-то детские варианты расчесок. Это оригинальный вариант. Он также в разных цветах представлен. Я заказала в розовом цвете. Здесь также написано Tangle Teaser и подпись этого замечательного стилиста. Она очень, во-первых, кстати, эргономично лежит в руке, что мне очень нравится. Вот так вот прямо удобно ей расчесываться. Во-первых, ее преимущество в том, что ее легко мыть. Собственно, она такая пластмассовая. Да, и, кстати, не пугайтесь, она не будет вам царапать кожу головы, а будет ее очень-очень здорово массажировать. Как можно заметить, у нее два ряда вот таких вот щетиночек. Это более короткие щетинки и более длинные щетинки. За счет этого она очень здорово распутывает волосы. То есть, первое, это для того, чтобы распутывать волосы, особенно, кстати, детские волосы, которые тонкие, очень быстро путаются. Также у меня сейчас очень тонкие волосы. Ну, вообще, по сути, тонкие. Многие знают такую проблему в волосах, как колтуны, и она прекрасно с этим справляется. Она раз-два просто вычесывает все это. Второе достоинство в том, что она не выдирает волосы. Я уже ее использовала на сухие волосы. Ее также можно использовать на мокрые волосы. Она действительно вытирает намного волос меньше, чем обычные расчески. То есть, практически не выдирает. Я причесалась, и у меня буквально две волосины было в расческе. Другие расчески у меня вытирают намного-намного больше волос. Даже из натуральной щетины, из пластмассы, с металлическими зубчиками, с любыми. Действительно, расческу считаю очень выгодным приобретением. Она не так дорого стоит. В районе 15, что ли, долларов она стоит. В общем, точно не могу сказать, но я оставлю ссылку внизу. Потрясающая вещь. Во-первых, эргономичная. Во-вторых, не выдирает волосы. В-третьих, она их потрясающе распутывает. Вы можете посмотреть ролики в интернете. На эту тему очень много снято роликов. Именно как расческа справляется с колтунами в волосах. Потрясающе. Не вырывая волосы, не ломая их. И очень отлично массажирует кожу головы. Я безумно-безумно довольна данным приобретением. Рекомендую всем, у кого есть доступ. И те, кто может заказать в интернете. Это реально вариант для тонких и вьющихся, или просто прямых волос. И подверженных частому спутыванию. Очень советую. Не знаю, у меня просто нет слов. Потрясающий, потрясающий вариант. И значит, второе, что я заказала. Это тоже вещь, которая не продается в России. Это у нас Maybelline. Румяна. Называются они Dream Touch Blush. Именно почему-то эти румяна, кремовые румяна, у нас в России не продаются. Я взяла себе в оттенке 0,7. Называется он Plum. Здесь 7,5 грамм. Достаточно большой размер. Например, цвет такой припыленной розы. Даже уходящий в ягодный какой-то. Но вот камера делает его более ягодой. На самом деле, он чуть более светлый. Я еще ими не пользовалась. Так как, повторюсь, сейчас не использую декоративную косметику на лице. Потому что лечу кожу лица. Но жду еще, кстати, кисть от Real Techniques Stippling Brush. Она идеально сюда входит. И идеально наносит эти румяна. Поэтому я хочу комбинировать их именно с этой кистью. А так они мне очень-очень понравились. Вообще люблю продукты от Maybelline. Об этих румянах рассказывала Вики 3000. Именно в этом оттенке. Они очень идут белоснежком. Таким, как я, с белой кожей. И у них прекрасная кремовая консистенция. Жалко, что они продаются в России. Но вот я мечтала о них. Стоят они, кстати, довольно-таки дешево. В районе 6 долларов, наверное. Также я ссылку оставлю внизу на данный продукт. В общем, да, я довольна, что они пришли. Конечно, еще их надо распробовать. И у них, конечно, потрясающий оттенок. Мне он очень-очень понравился. Ну, на этом все. Это были все мои покупки за ближайшее время. Обязательно оставляйте комментарии. Подписывайтесь, если вам нравятся мои видео. И большое всем спасибо за просмотр. Всех целую. Пока-пока.